ТКД, Рома, я может ступеньками туда Тут може зникати інтернет, тому я на всякий випадок одразу розкажу Ми прийшли в дитяче відділення ВАД Серця, в яке велика черга люди не можуть записатися З дітками стоять довго І саме сюди оформили, так би мовити, на лікування Кристіна, такого верховного тітушку Який був звинувачений в співучасті у вбивстві журналіста Веремія, а потім перекваліфікували це як хуліганство І от зараз він їде сюди Вон він виїхав На щас він виїде, хлопці Один з ветеранів АТО дзвонив, що він зустрівся з ним лице в лице Судячи за цього, навіть не зрозумів Ми гадаємо, як прийшли привітати Так Тітушечку Ну, тут присутні друзі, так би мовити в кавички Шанувальники От принесли йому кульки, принесли мандаринки Волонтери Тут А що там за стрічка? Вічна? Ага, ясно Що там від друзей чи від що? Средства від насекомих чи що то в тебе? Так, це від крис А від щурів, так Тобто Ясно, зрозуміло Він ось тут зайшов в свою палату Він не зрозумів просто Спрацювали всі так, що Трошки Чуть ли не перебділи там Коли вони Верхній одяг Так, верхній одяг зняти Бажав Я взагалі вдягнутий по формі О Сьогодні Це Мій друг Колян Пастико Колега Який знімає це все якісно І сьогодні Дивіться випуск Громадський док Там, де буде більше про це сказано Петро Рей просить Карась заплюй його В нас сьогодні, кажуть, не силова акція А акція милосердя Це Олексій Цимбалюк Відомий як Рік Старк Відомий як дед Він дійсно взяв Я бачу щось Облачення Святе Миро Це хрестик на голові Яка людина таке міро Лобика Помостити з Еленочкою Мене просять грати похоронний марш на Баяні Але я не можу ось тримати Є учасники Ветерани АТО МОСІ Ну тут кількість Ага, зрозуміло Це мабуть якось пам'ятничка Ні Купив не Купив, так? Довго чекали Довго чекали, ясно Зрозуміло Ну ось така спонтанна акція Кажуть, що чоловік може бути в принципі агресивний Але якщо в нього проблеми з сердечком То він не може сильно так Я помилюся, якщо не маю, то будуть Ну, так теж не можна Ну Чого? Фосмос любить, лікує кожного по-своєму Ну це вже ви розкажете У вас своя теорія, це я знаю Чого? Воно абсолютно не відрізняється від того, чому вчить в церкві А кажуть, що ковдри закінчились, нові фокуси, чого сердечко Ну ось Роман може розказати сім іншими двох словами Чого сердечко Можеш розшарити мій цей Так, розшарити Тут сьогодні знайомий ветеран АТО був якраз Розкажи, хто такий Крис? Він побачив його тут А потім ми дізналися, що він тут лежить від суда відпідляти Бо в нього буде апеляція по обранню по запобіжному заході Це вбивці, який не сів і не сидить Він годиться на волі, причому доволі такі авторитетні Один з топ тітушок Тобто не просто дурак спав А й журналізатор Дима Шибаев пише, що каже Отлична компанія Ну, Дима Я дійсно журналіст В даному випадку стрімер І моя задача просто Показувати все, як є Що розкажу, людина Сердечко маєш тепер Прилягла в відділення Лікування вроджених ват серця для дітей Кажуть, що Що потрапити в це відділення Треба ставати в чергу І Людина вже далеко не дитина М'яко кажучи Тут лежить Тому це ще будем розбиратися з темами Корупції В інституті Тодурова Я просто передам Людина себе вибирає Вибиратися Терапія Звісно Погнали Що? Тут не було другого ліфта Іншої групи підтримки? А, другий ліфт? Ні-ні Тут з цього відділення один Це правда Для тих, хто тільки дійнався Я нагадаю, що я перебуваю В інституті серця Інститут проблем серця Так званий Тодурова Опонента Олега Супрун Відомого Адреса Вулиця Братиславська 3 Зараз на 14-ту годину, що очікується Приїзд добровольців І ветеранів АТО Сталося ось що Сьогодні Ну там дітки, так, правильно Адвокат Ангеліна Анна Бросимова Каже, що там дітки Ніхто не збирається ні бити Ну наскільки нам От мені як журналісти повідомили Організатори цього візиту Це такий дружній візит милосердя Принесли мандарини Принесли подарунки Принесли, так би мовити Якісь речі, щоб провідати людину Фрукти, квіти принесли Лежить тут Крисін Він далеко не дитина Хоча це дитячі відділення Якого звинувачують Який причетний До вбивства До перестрілки на заправці До багатьох інших Не лише подій і епізодів А також людей Видатних таких як Олексій Савченко Губернатор Миколаївщини Або Віталій Ярема Це саме тут Біля лікарні БСП Лікарні швидкої допомоги Але з праворучу від входу на Братиславський Там написано Інститут проблем серця Саме тут Мандаринки кажуть Що не наколоті навіть Ну тут присутні різні активісти Чи називемо їх так Не знаю Небайдужі громадяни І в тому числі Ветерани АТО Наприклад Про те що Крисін тут Нам стало відомо від Петренка Від ветерана АТО Від добровольця Учасника Майдану Який прийшов сьогодні на обстеження І так би мовити Лоб в лоб зіштовхнувся З цією людиною І на жаль Інтернет тут такий Це лісовий масив Тут взагалі бувають всякі Продукси що може зникнути сигнал В будь-якому разі Дивіться сьогодні Увечері репортаж Громадський ДОК Жургорістсько-документальний проєкт Мій колега Колян Пастиков Вже з камерою ходить Він зараз Знімає Те що відбувається Фіксує І дійсно Він ховається Як кажуть тут В лікарні Поклав його сюди Завідувачка відділення Не буду обманювати Як журналіст зобов'язаний Бути максимально точним У фактах У прізвищах Тому потім пізніше вам стану відомо От Ніхто Так би мовити Не планує Ніяких силових акцій Тут дітки Зеленка Зеленка Бачите У вас є досвід Чим треба зеленку витирати? Так Після таких неважних хлопців Трошки розлили зеленку Зеленка Ніхто 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 А ми не знаємо Ми чекаємо зараз Ще ж ну Наш О таке О таке Знаєте такого Переросток Переросток Ще може обірватися Оскільки інтернет В цьому місці Не дуже надійний Але я бачу Що багато людей дивляться Цей стрім І зараз я Ну знімаю Як для громадського Звичайно Але стрімлю собі на сторінку А не на громадському Через те що невідомо Що може бути в кадрі І нецензурна лексика Але громадський обов'язково Що дасть репортаж Так Повністю Родичі Кажуть Вже можна йти Добрый день Так Мальчики куртки Точно Тут вже швидко Ні Швидко не можна Ні Це ж дитяче відділення Я вас навесну? Ні Доброго Так Ось Дякую Требетати Тяжка хворий Тяжка хворий Тяжка хворий Ліки Він Він Тяжка хворий Ліки Він Ну що віне Він Бананчики Все, все, все. Все, все, все. Все, чтобы полюбить душевные травмы. Я хожу как раз. Ничего, чтобы полюбить душевные травмы. Сколько людей можно было убивать. Сердечко нужно действительно болеть, это доброе сердечко болит. Что там? За хаменько сердце болит в тебе? 20 000 долларов, конечно, не много заплатили за убийство. Мы вас трудом, работа тяжелая, сердце болит. Нервное, сердце болит. Привезу вам священника. Можете споведаться. Без священника? Да. Ну, потому что останешься. Один останешься. Лишися один, выслухаю. Допоможу и помолюсь. Настоящий шаг. Все. Теперь настоящий шаг. Скажите, пожалуйста, вы как в детское отделение попали? Здесь только дети лечатся. Здесь только дети лечатся. Я здесь лежу, потому что лежу. Кому я забашлял? Иди спроси, кому я забашлял? А мы сейчас пытаем. А Ксенова сейчас пытаем обовязково. Конечно, пойди спроси. Тут же гроши не пролезут. Сюда дети и черга. Послушай. Нет, только я вижу, полгода здесь не начекать чергу. А тут ты вне очереди так резко заприхворал. Правильно. Это же коррупция. Да. Это грех убийства, а грех избавления жизни. Я ж теперь не останешься одним. Такого и ты избавляешь жизни не есть грех. Ну хорошо. И вот когда Кайна избавляет жизни Амеля, Господь на него положил свою печатку. Это твоя печатка. Я не знаю, что моя печатка. Знаешь? Я за свою реакцию лечу. А ты лечишь за моих лечек, сейчас устали за половину. Да ладно. А вы планировали этот суд? Конечно, планировали. Так как? Послушай, я здесь на обследование, а не лечу. Я здесь на обследование, ребята. Разные вещи. Можешь и вылечить. Что? А что я должен за это тебе отвечать, чего суд не пришел? Потому что ты спрятался. От кого я спрятался? В пятницу? При чем здесь заправки? При чем здесь заправки вообще к майдану? Послушай сюда. Я не стрелял в человека. Они уже показания дали правдивые. Ты хочешь разобраться? Останься, разберемся. Да конечно. Послушай. Я убийца. Кого я убил? Кого я организовывал? Ты знаешь ее? Ну ты знаешь. Выключи карту. Камеру выключи. Выключи карту. Убила у меня камеру. Да хорошо. Вы за камерой убили журналистов. Да конечно. И это не видео с днями. Ты так считаешь. Я не считаю, я видео бачу. Ты видел? Я убил. Я убил. Мои люди. Ну хорошо. Ну хорошо. Ничего хорошего не имею. Потому что ты сейчас... Пришли к мрази. Потому что сейчас ты здоровый. Ради Акрасна. Вот нам можно спасибо сказать. Вот сейчас тебе анализируют здоровым. Правильно? Потому что я зайдем туда Арсенов. И сейчас будет здоровым. Получается вот наш визит. Сердечко вылечит. Хорошо. А священник может душу вылечить. А священник может душу вылечить. А священник так ханится. Я подожди. Ну ничего. Я пойду. Я пойду. Пока ты был в силу на войне. Ну вы же бегали группами. Забывали бедами. Я бегал. Я бегал. Кого? Я старший. Ну верю меня. Ты же муродил. Ты убил это. Ну хорошо. Ты так считаешь? Нет. Все так считают. Все так считают. Ну если ты не знаешь не говори. Хорошо? Я все знаю. Я все знаю. Все знаю. Это же ты судью скажешь себе. Замазай ему и судят тебя убить. Ну хорошо. А так ты мог гнити на тюрьму. Накрытий. За майдан так и другие. Петухом ставил. А чего он детство поделит? Люди. Да мы проведем и ничего будем. Убилца говорим. Какая выводя? Я тут врачин. Треба сюда доставить все нормально? У меня нет этого. Я суть первого числа. Приедешь лично домой и доставишь. Ты разрешаешь. Я говорю лично приедешь доставить, чтобы ничего не случилось. Да, урели? Шо шо? Лично приедешь доставить, чтобы не случилось ничего по дороге. Уже не случится. Уже ж ты выздоровеешь. Я лизусь здесь на обследование. Я не речусь. Ты слышишь? Ты проезжаешь? Уже выздоровею. Ну конечно. Ничего, ничего. Не тебе решать. Я на обследование лежу. Вы имеете право решать. Есть обследование, есть лечение, это обозначение. Это все новое говорить, конечно. Вот она будет решать. Вот она закончила решать, а уже дорешалась. Послушай сюда, я лежу на обследовании, не на лечении, а разные вещи. Ты будешь здоровым, может, уже я гарантурую, что ты будешь здоровым. Понятно. Ты будешь здоровым. Хорошо. Все, я могу пойти умыть. Да можешь? У нас же с года происходит, а почему не будешь никать отсюда? А я нет. Послушай, я за 4 года никуда не убежал, я здесь. Это о чем-то говорит? О чем-то говорит? Послушай, я не беру и не скрываю. Ребята, если ты хочешь, я к тебе прийду на офис, приеду поговорим. Скажи адрес, я приеду. Адрес оставь. Я часто являюсь, я иду в Волково, ходил, по Волково, знаешь? Я не знаю Волково, лично не знаю. Послушай, я не знаю Волково, еще раз тебе говорю. Нет, это жизнь не банная просто. Какая разница? Что ж ты не знаешь? Ты же, по-моему, вы знали, 20 тысяч долларов за что-то поднимать. Ты хочешь поговорить, я прийду тебе на офис. Давай, на офис. Я не буду угрожать, я в речі. Я с тобой сам приеду, без никого. Скажи, куда приеду. У меня пациентских понятей. Каких на зоне будет? Раз на раз там и так далее. По самостоятельности. Я говорю, приеду в офис. Вы берем, и я не один раз не убиваю. Он сам помил. Да его и излечил, и человек с сердцем на очах вылечилось. Двух людей убил. Ну так давайте, чтобы тут документы какие-то были. Все, все будет. Все влетели, без неясни. Ты на суде будешь? Да. Я отсюда нет того заседания не пропустил, если ты это знаешь. Потому что закрыли заседание, правильно? Какое заседание закрыли? Я его закрыл. А кто закрыл? Я его закрыл. А кто закрыл? Я его закрыл. Ну а кто прокладил? Ну что, ты купил процессы, понятно, что... Ты хочешь поговорить, скажи, куда приехать. Я сяду с тобой в офис и поговорю без камеры. Я не хочу с камеры. Лучше ты меня, блин, зеленкой. Я стою с тобой, ты считаешь, 20 человек... Ты хочу без камеры, а что вам скрывать? Я говорю, бери, я убываю. Так ты выключи камеру, а я тебе скажу, что мне скрывают. А что, есть что скрывать, да, без камеры? Послушай. Ну вот люди хотят знать тоже, допустим. Нет, ну вот, я хочу умыться. Ну как ты умыешься, нормально, если... Пошел, у меня сердце вылечил. Ребенка, это уже детский садик, правильно? Давай, обожаю. Хорошо? С тобой же родовали. Я говорю, умыться хочу, имею право. Ты умыешь? Сорветочку дать? Да, конечно, чего же. Давай, ты даже нормально дайдем. Ну что ты текаешь? Я не текаю, я в туалеты думается, что там закрою в туалете. Можешь закрыться, может... Послушай, давай, без этих, этих, хорошо? Пятый этаж. Нам же не по 15 лет. А, тут мне надо... Ну так, пусть тут туалеты не снимают. Да, ради бога, ради бога. Можно и поснимать. Якщо вы онлайн убийство сделали, Веремия убивала прямо на камере, то ничего. Уже без коллаза. Не с собой, воник, не с собой, кто-то принес. Как входишь с лица, на лево, и на лево все. Веремия убивала на камеру, вот мы сейчас принципиально снимаем. Можешь только две камеры убить. Снимай дальше. Молодец. Да? Если думаешь, что можно решать и не сходить в тюрьме, так не получится. Можешь лечиться. Ты сейчас залечишь. Он сам помысл. У вас в детском отделении... Какие убийства? Или вы не знаете? Это убийство. Это термин. Я понимаю, на вас много. Их тоже было много коллеги. Так и урла. Медовага, уже нужна операция. Ты бы его покрывали? Да, а что он тут делал в детском отделении? Так а мы можем... Так почему вот тут пациент, если зашел, просто так же? Дорвался. Так мы идем сюда. Кілька людей зайдем. Вы не знаете, кто-то вводится. Давайте в мизер раз зайдем. Давайте мы зайдем. Вы не знаете, до чего мы все-таки целая людина? Сколько людей не бил? Ну, убийство в суде не встановлено. Его подозрюють в чиненні убийства. Само журналіста Воремія. Зараз мы перебиваем в институте сердца Тодурова. И тут лежит в детском отделении патологии сердца. Ложит не дитина, а такий здоровый, не знаю, из верхних так званых тетушек. Его кличка Шрек. Прізвище его Крисін. Он был одним из організаторов. Это уже доведено. Это уже можно говорить с точки зрения того, как факт встановлено. Он был одним из організаторов убийства. Причинным Воремія. Вячеслава Воремія, журналіста. Під час Майдану 18 лютого. Тут боюсь помилиться. Это стало біля вулиці Володимирської. Когда Вячеслав Веремій снимал видео, ехал из машины. Это пометило натох тетушек. Зупинили это такси. Выштовхали Воремія. Побили его битами. Кинули на асфальт. И когда он пытался втекти, один из этих тетушек дістав пистолет. Вистрелил. Від цього вогнепального поранення Вячеслав Веремій. И загинув потім пізнейше. Его не смогли врятувати лікарі. И сейчас в отделении ВАЦ-серця. В детском отделении. Как прозвища заведующих, Роман? Ты еще как ты любила, как ты любила, как ты любила, как ты любила, как ты любила Аксенова. Аксенова, да. Один из ветеранов АТО, который сегодня, один из добровольцев Майдану, который сегодня пришел сюда. Он взлетнулся лоб в лоб с ним и поведомил небайдужих граждан. Всех поведомил про это. И вот сегодня люди пришли, принесли ему мандарины, принесли ему кульки. Сталося чудо. Ну, тобто, никто не бил, никто не... Один труп до Майдана. На Майдане організатора убил. После того раз бой, какая-то ржетная заправка. Там стрелял людей. Гранату нашли, и тут у него серденько заболел. Мы пришли, впевнение, надо будет здоровый. Явиться на свет, на суд, за винным своим уже сяющим обличчем. Просто приклад. Малкомат уже пише, Господу Бога, СМС. Уже вилековался, можно сэкономить гроши. И на кресту будут діти лековаться. Попалить сюда поза очереди. Сюда с півроку, мабуть, стоять черга. И вот Атошник, який его побачив, то есть, чекал, десь там пару месяцев наступил, я уже не помиляюсь. А цей товарищ, вот так вот хлоп, ему серденько заболело и попал. Да, на жаль, це дитяче відділення. И тут, дійсно, треба бути максимально коректным. Коля. Ага, все, я зрозумію, там. Я думал, что они зараз пидуть. Аксіолова немало, да, я так понял? Вон. Є вона? Да, вона с батьком дитина сподівається. Зараз. Та никто не кусается. Ну, по-перше, зараз можу приехать группа підтримки цього... Ну, по-перше, зараз можу приехать группа підтримки цього... Ну, как поспілкувалися, все... Ну, хорошо, важно с целью, поспілкуватися, все... Приятно, вы можете... Да, очень приятная людина. Хочется побажать ему всего наиболее. Восходь, насправді, нас стилює по-різному кожного. Ну, когда мы не слышим... Когда мы не слышим, то... От голоса любовь, которым возвращается до нас, он до нас начинает говорить голосом совесть. Потому что совесть, то и есть голос Божий в людине. А уже когда мы не слышим голоса совести, тогда он до нас приходит с кровями и болезнями. Ну, то я думаю, что этого чувака... Ну, он же сам пришел в лекарню, он его очень сильно посетит в ближайший час. Тут маю такое ощущение. Ну, тут, как говорится... А скажите, вы в Санне далеко пребываете? Да, так. Тобто, вы иеродиакон? Так, пока Санна не лишили, я прям сам в шуте. Иеродиакон. Санна до сих пор не лишили, честно. Писни бы жесты не играешь. Да. Закрилось? Закрилось? Ну, она типа говорит, что у нас с отец дитиной, она только на телефоне всем назвает. А, ну да, я уже до вышла. У вас шрек завився. Откройте, пожалуйста. Треба вигнати. Ну, может, посвятить их диленям. Чшшшшш. Не страшно, это надо. Действительно, нюанс в том, что это детское отделение, и, ну, звичайно, тут дети с хвадами сердца, хворые. И, ну, я не могу сейчас к ним заточиться, я не могу по ребенку рассказать. Послушайте. Там просто ребенок, тяжело больно. Ну, тут уже присутні представники різных, ну, можно сказать, організаций. И большинство людей, которые, ну, там, не байдужие, которые приехали, потому что стало известно от учасника ВИГДИ, от ветерана АТО, от активиста, что он встретил тут случайно Крисина. Потім стали з'ясовувати, виявилось, що у цього Крисина вчора був суд по эпизоду з заправкою по стрілянині, на який він не з'явився, а прислав, там, довідку, що він лікується, там, чи на обстеженні в інституті серця. Стали з'ясовувати, виявилось, що не просто в інституті серця, а у відділенні, у дитячому відділенні ват серця, серцевих ват. Тобто, це таке відділення, де, звичайно, лікується, сама назва говорить за себе, дитки, і потрапити саме в це відділення дуже важко. Вон, бачите, відділення лікування вроджених ват серця для дітей. І в одній з палат лежить така дитина на прізвисько Шрек, і прізвище його Шкрисін, який, зокрема, з співучасті вбивства був перекваліфікований в хуліганку, в статтю «Хуліганство», і просто звільнений на домашні арешті. От тепер він на суд по суправці не з'явився. Думаю, Міністерство охорони здоров'я має бути якось повідомлене, або зреагувати на це. Міністерство охорони здоров'я, Служба безпеки України має на це звернути увагу, саме відділ ТЕР. Я втавнений, що вони звернути. Ну, бачите, протру камеру. Ну, готуючись сюди йти, звичайно, от я, бачите, в бахілах, все як має бути, стараємося не шуміти, але, звичайно, це важко зробити, коли так багато людей. І зараз тут в інституті проблем серця, або, який називають, інститут Тодурова. Тодурово зараз не в Україні, а відділенням, дитяче відділення, яким завідує. Тут сумно, звичайно, що, да, як от говорять правильно, бачите, рятують життя дитяче. Це їм йде в плюс. Але, судячи з усього, за всіма ознаками покривають людей, які хочуть перехватися від судових засідань, це в мінус. Ось такий баланс, життєвий, так як зараз 666 глядачів, дивіться. 666 глядачів? 666 глядачів? Це, да. Ми не віримо в магію. Символічно, вже 676. Ми не віримо в магію. Так, правильно. Правильно, так. А можна попросити, щоб, ну, типа, там, скільки глядачів? 12 глядачів відбувалося, щоб було рівно 666. Можете якось, от іще три, три, три мінус, і буде 666, щоб якось підтримувати атмосферу цієї лікарні. Тому що це, на самому ділі, такий сюр. Тому що, ну, короче, дитячі відділення, це оближується жлобіна здоровіна, короче, з пофарбованим оближчем. Ну, і, типа, от якось, воно взагалі не вписується в стат. Ну, те, що тут дітки сидять. І гадіна, яка вбувала людей на Майдані, теж тут пікуються. Ну, взагалі, це дивно. До речі, ось зараз буде дуже прекрасна баришня. У неї чоловік, якийсь полі-депутат, корочний партівник, якийсь. Тут, звичайно, дітки, і не хочеться порушувати закон, знімаючи дітей, тим паче, без дозволу батьків. Ну, в нас є принципи, як хоч це стріп в мій персональний фейсбук. Я люблю казати, що мій фейсбук – то мій фейсбук, а фейсбук громадського – то фейсбук громадського. Але все одно ви не можете розділяти ці речі. І, ну, якщо десь в кадрі потрапляє дитинка, або що не я, заздалеть, перепрошую. Це приватна справа. Бачите, тут отаке відділення. Якраз зараз обід, це ж, мабуть, хтось спить. Ну, ординаторський, і на посту всі трошки обискуражені. Якщо, Рєбрік, ти мене чуєш, то я тебе бачу. Мені зараз пише Лєна Рєбрік, це випускова громадського, перепрошую, що я бачу, але відповідати не можу. Зеленка на ньому звідки взялася? Ну, на самому початку стріму це буде видно. Коли я зупиню, можна буде побачити. Так. Я на посту теж, так. Зеленка, ну, з нами прийшов ієродіякон Арестарх. Він хотів зробити миропомазання болящому, настілення його хвороб. Але оскільки мира поруч не виявилось, він каже, що який хворий такий мир, це от конкретно ієродіякон Арестарх. До речі, офіційно висвячений в московському патріархаті. Тобто, от прийшов, але облачення він своє не вдягав. Хоча принісся з собою. Свідок можу вам показати. Ну, але це вже буде хайп, а не щось таке серйозне. Це Київ, лівий берег, лісовий масив. Зараз ви можете бачити красивий вигляд з вікна. В Києві страшний мороз. От. І такий, ну як красивий вигляд. Міський спальний район. І тут стоїть біля лікарні швидкої допомоги, БСП так звана, стоїть інститут проблем серця, де у дитячому відділенні зовсім не дитина, а абсолютно доросла людина. От, як він каже, не на лікуванні, а на обстеженні. Але через це обстеження він вчора не з'явився на суд по заправці, де стріляв він там в людини. Це рейтерське захоплення, там його звинувачують. Ну, більше деталей сьогодні буде. От репортаж Колян знімає. Колян Постико, громадський док. От. І також кілька фотографій. Треба буде обов'язково зробити. Туда немає, але ми зробимо скріншоти. З самого палату. Але зараз як він прийметься, то я приїхала поліція. Пішли, діймо. Ми на журналістів не пропускають. Так, пішли. Давай. Час, чекай, я покажу все. Секундочку. Ось приїхала поліція в повному озброєнні. Хлопці, а в когось є зброя? Ні. Бачу, приїхали. Ні, ну хлопці приїхали, бачите, з мандаринами я бачив. Але тут бронежилета, група. А чого не можна? Ну як, ви ж про виконання обов'язків. Як і я. Ну як, це не треба знімати. Тільки вас і треба знімати. Ну, представьте, що хоча б хто ви. Ну, давайте, я представлюся. Якщо це законна вимога працівника поліції, то я журналіст, наприклад. Громадське телебачення. Кутія, Павел Богдан. Ну, не треба. Ну, давай, добре. Ну, будь ласка. Ну, там. У мене якщо треба, я дістану в рюкзаку просто. Прискати. Так, ось Родіон Шовкошитний теж. Волонтер. Тут Масіна є присутній. Де не пропускають? На першому поверсі. А, слухай, на першому, якщо я сяду в ліфт, стрім зникне, але... А там хто? Скільки там людей? Там габналіст, оператор. Я його не пропускаю. Один, так? А який саме? Ні, я після, я спущусь сходами. Я спущуся сходами. Сходами. Сходами, щоб не зник стрім. Ми в стрімі, розумієш? Ми в прямому ефірі. В тому, що справа. Слухай, давай я тобі з неї до когось, хто поможе завести його. Тому що ми в прямому ефірі. Я зараз будемо... Ну, блін, ну, серйозно. Це ж 670 людей дивиться, як ми будемо твого оператора проводити, не проводити. Пішли зараз, я до нашого. Пішли, пішли нашого. Пішли, я каляна, короче, відправлю. Ну, правда. Або хоча б віддам комусь цей стрім. Все, я розумів, да. Бо це сказали. Ну, а ті ходи, щоб я їх вивіли, яким-то чином. Що тут утримується людина, яка знаходиться під домашнім арештом, навлідом. Хто там намагається, бува Усдей, фроналістів, і всем за Довейденов. Можемо мені з ним пообщаться без ваших причин? КОНЕЧНО! Так, второй раз. Давайте. Жек стал швейком. Зараз почитаю, что тут пишут в комментах. На каком поверсе? На пятом. Поверсе, пятый поверх. Полиция... Не камера, хотя... Я пытаюсь читать комментарии. Родители и детей должны знать, что рядом с их чадами находится опасный человек. Пусть полиция объяснит пребывание взрослого в детском отделении. Дедомовый все там и косы. Крисин, наверное, на количество раз светился во время захвата различных объектов в Донецком и не только в Киеве. Люди уже накидали. Да, да, да. Ну, это Евген Карась, Сич. Это нацкорпус. Тут нас уже все. По чутках, что решила вопрос для Крисина... Врач. Аксенова. Аксенова? Ну, это заведующий отдел. Ну, это человек, да. Три партии регионов. Три юрист партии регионов. Ну, это уже было раз по кругу. Можно тебе на секундочку? Ну, чтобы ты дал несколько слов. Стрим. Приехала полиция. Он звонит. Выкликает группу. Ну, расскажи мне, да. Из одного коля. Да, расскажи. Стрим плюс 700 людей. Да, да. Расскажи, что происходит. Это роман Синицын. Нас не можно вытитровать. Тут стрим. Тому я подписываю волонтер, основник народного тела. Ну, активист, взагал. И так далее. Вранці сюда пришел знайомый отожник на диагностику по сердцу. Побачив Кристина. Побачив Кристина. Почали выясняти, что он тут делает. А он тут ходит, ну, там, в тапочках, в палатах. Виявилось, что он лежит в отделении в арт сердца. В дитячом отделении в арт сердца. В дитячом отделении в арт сердца. У него в пятницу мав был суд по стрельбе на заправке. Вон там один из основных фигурант. Он на него не появился. Пришли документы про госпитализацию. И в понеделок у него апелляция по броню закупобежного захода. Ой, не в понеделок, а 1 грудня. Соррі. 1 березня. И цілком, вероятно, что его закрили. Ну, потому что там резонанс, доказы. А так он лежит, ніби, на обстежении. Да, так он лежит на обстежении у него. Причем в дитячом отделении. Как бы он лежал в какой-то обычной лекарне, ну, может, он не ходил. Но тут, как бы, с особенным цинизмом. Насколько я знаю, сюда довольно таки тяжело попасть без грошей. Ну, и черга с детей довольно таки великая. А Крисин тут себе нормально почуває. Ну, его просто банально отмазывают отсюда. Ну, мы пришли, мы принесли ему там мандарини, банани, кульку свинкою, пепою. И он как-то випадково... Змаши. Да. Чи змаши. Випадково вели на себе банку зеленки. Ну, ничего, как бы. Он радит очень, что мы пришли. Ну, когда, насправдя, хвориже, про тебя турбуются, за тебя ходят проведать. Это очень приятно. Мы, я думаю, может и завтра прийдем тоже, перенесем ему что-то, чтобы он не голодал. Тобто будете навідувать его тут, пока он лежит. Ну да, конечно. А адресу можно сказать в коментарях? Братиславская 3. Это, ну, поряд с... БСП? Клиника сердца, да. Ну, поряд с БСП. Он называется Институт проблем сердца. Это Тодурово, так званый, да? Ага. Пятий повод. А вы можете запрошить всех охочих? Да. Можете приходить до него. Тут вільный доступ. Просто нужно купить бахили, как бы. И без верхнего одяга можно заходить. Он лежит в палаті 5032. 53-02? А, нет. 5-0-3-2. 5-0-3-2. Тут можно с 11 до 5 вечера приходить. Ага. Да. На прохание глядачей повторюю, что это Роман Синицын. Волонтер, активист, громадянин, співзасновник народного тилу. Но тут также присутствуют разные формации. И без имя, как Масина Ем, просто ветерина АТО. Он не входил ни в одну из организаций. Но тут также есть представители РПС, СИЧ и национальный корпус. И, ну, на жаль, проблема в том, что дети реально ликуются. И... 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 Трошки кипиш наробили. Ну, но... 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 Ну, так, звичайно, так. И... Ты как эту ситуацию рекомендуешь? Ну, мне кажется, что... Это будет мать наступки для суду, который будет 1-го березня. В общем, суд будет 1-го березня об 11-й године в Соломинске 2А. И я думаю, что все сделано именно для того. Ну, побачим, он пообещал. Ну, он через то, что он на обстежении не появился вчера на другой суд. По заправке. Ну, так. Я думаю, что... Я не удивлюсь, если завтра будем делать какую-то такую операцию, которая даст возможность не появиться в суд на 1-й березня. Угу. Все, понятно. Ну, продолжаем вверсти прямую трансляцию. Звучит из Института. Проблем сердца. Это детское отделение. Это детское отделение. Моя фамилия Кутепов. Потому что, если вы что-то втрачаете, когда я стопну на этот стрим, там можно будет выяснить очень много вещей. Ну, в частности, что не совсем випадково сам на себя вели в Зеленку цей хворый Крисин. Вот. 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 Тут полиция. Хворый. У вас тут и громадский пришла? Я уже видел, и Максуш, ты не видишь. Обязательно снимайте это лишь. Ну, журналисты, да. Ну, поснимайте, молодцы. Ну, а чего вы детячему виду делали? Угу. Угу. А что? Послушай, а ты пройди по палатам, посмотри, здесь не только дети лежат. Ну, что ли? А где это нужно? Ну, я не знаю. У меня право отпроститься домой. Закон никто не нарушает. А кто вас? Вы? Вы будете на суде? Вы кто? Мы журналисты. Вы снимаем. 1 числа у меня в 11 час в суд, ребята. Вы будете на нем? Я нахожу на все суды. Угу. Вы не будете здесь? 23 числа на суде. А почему у вас не было 23 числа на суде? Ну, у вас тоже, что не было. Ну, а вас почему не было? А у вас же там не было? Я потому что здесь лежал. Ну, вы же говорите, что ходите на все суды. У меня там по заправке был суд. По заправке, да? Да. Ну, так вы тут не ховаетесь в суды? Нет, конечно, ребята. Вы плануете на нем? Послушай, ну... А вы будете на нем? Я буду, да, я буду. Послушай, я здесь вхожу, лечусь. Это ж не то, что там... Я тут кому-то заплатил, как вы говорите, да? Вы думали... Гопатил конкретно этому товарищу, который сидел. Послушай, на, посмотри. Посмотри, врача. Походи, посмотри. Конечно, посмотри. Я лежу на обследовании. Я занимался спортом, я хочу проверить свое сердце. Имею право. Да, да. Да. А что вы в Зеленске? Мы снимать не будем, потому что это история хвороби, персональные данные и так далее. Да, ты подивишь, как... А кто ликарь у вас? Ликующий, кто у вас? Сергей Сергей Забудович. А Бризыч? Ну, так понимаю, что ты не знаешь. Забежало 30 человек. Я? 12, да. Не видишь, ты даже точно не скажешь. Почитал. Обязательно снимать? Ну, вас сегодня не били. Ты это услышать хочешь? Ну, хочу, да. Ну, это не мои ребята, скажем так. Я снимаю, вот. Мои ребята вот. Они вот. Вот это вот, мои ребята. Ну, и вас спрашивают. Ну, хорошо. Послушай, это ж не суд, правильно. Я в больнице. Чипать не снимать? Ну, можно... Послушай, я не чипаю, я не хочу, я не даю сгоду на снятие себя. Ты уже снял, а дальше начинаешь вот это кино. Ну, так расскажи. Ну, вас сегодня... Кто вы вообще? Громадское телебачение. А что вы ко мне на суде не приходите? Громадское телебачение. Я же вас приглашал. Приходим. И как ты канал приглашал? Почему вы не приходите? Мы приходим и стежим за этой темой. За какой? Я вас первый раз видел. Ну, конкретно мои коллеги были, не я. Я общался с вашими коллегами, дал им там полное интервью там. Так вы говорите, что не ходим. Я за него говорю. Ну, не можем уже в Максим Гуртбой ходить. Ничего не шло. Скажите, будь ласка, вас сегодня убежали? Я тебе шу, девочка, что мы будем убежать. Ну, у вас есть претензии? Послушай, у меня никаких претензий. Ты можешь выключить камеру? Да нет, ну у нас тут... Значит разговор закончен. Выключи. И положи камеру. И давай вот это без УДЭДИ. Хорошо, я ж не думаю. А еще лучше выйди. Ну понятно, да. Выйди и забери у нее телефон, если ты хочешь получить какие-то ответы. Вот так вот. А? Ну все, ладно. Ну хорошо. А у вас есть какие-то ответы? Или вы просто хотите... Ты хочешь спросить, я тебе отвечу. Только без вот этих дел. Ну, давай. А вы с ним в палате? А вы знакомы с ним раньше? Ну, вот такая история. Все. Да понятно, что он хотел просто... Да, нет, да просто это... Да, да, да. Ну, это что? Циник, это циник. Николай, мы в прямом эфире 900 человек. Дивиться просто. Он такой журналистик. Они все просто во все оружие. Непонятно. Все равно вогонь открывать не можно тут. Я вам, честно, співчуваю. Вы не можете співчувати. Я могу вам співчувати, потому что это у вас работа. Я ж... Ну... Я понимаю, что на меню числятся все это на меню. Это все на меню. И теперь что? Ну, вы же на меню. Не вы же влаштовывали людину, правда? В палату, правда? Вы бы сами это не сделали. Я думаю, что какая-то виза какая-то вам сказала. Я ж... Конкретно вас смехну. Просто я вам спочула в том смысле, что тут дитки лежат с хворобами. А вы... Дитки, да. И... Тут дитки, да. И с алкарацией дитки лежат. Тут вади сердца, да? Тут... Різные. И из всей Украины, да? Сюда заедут? Да. Важно потрапить? Нет. Ну, по закону записался и... Нет. По интернету записывайтесь, где приезжаете. Ну, а дорослих тоже обстеживают? Часто? Если у дорослого вади сердце врожденное, бывает такое, что именно врожденный... Так. Нет. Это... А что он его снимает? Ну... Не снимает. Не снимает, не снимает. Добрый. Да. Ну, вот такая история тут сейчас. Видите... Девчата на посту. На посту. Они свою справу делают. Вот. И я тоже на посту. Трошки... Как же стало... А, ну ты рассказывал. Відомо, что тут был патриот цей. Знайомый. Знайомый. А его тут нет, да? Ага. Нет. Он приходил, типа там... Тут есть спадные обстежения. Ага. Чтобы обстеживать все. И просто увидел его в тапочках и в этом халате. Ну, понятно, что значит, он просто в суд не появился. Ну, в данный момент я что понимаю? Ви вручили ему мандарины. Шарики. И... Мы ждем за отделение, но она сказала, что она общается с батьком дитиной хворой. Но она уже общается... Тривалий час, да? У меня, до речи, есть подозра, что это... Не с батьком, да? Ну, да. Ну, я как журналист, помню, звучит, что это подозри конкретно. Да, да. Как оно там есть, неведомо. Да, да, да. Мы тут тихонько не шумим. Да. Вот. Вот тут выглядит... Это пятий поверх институт проблем сердца. Угу. Братиславская, Лісова. И, в принципе, уже можно с этой встречи закинчивать, а в разе, если что-то нужно, будет... Да? Ты там снимаешь? Фотки делаешь? Нет? Не сфотки. Пошли прямо сейчас сфотки. А что делать? Ну а что? Ну а что? Вот так вот. Убиться же он не будет. Еще мы зайдем в ординаторскую. Я с ним поговорю о тебе. Угу. Можно? Так а что вы... Скажите, пожалуйста, вы, кажется, ваш лечащий врач Сергей. Ну а вы его предупредили, что... Ну, как бы... Ну там, не знаю, что... Какая его реакция? Ребята, я на мусорь на вашу отвечать не собираюсь, потому больше не веду вас. Ладно. Ну, пошли. Пришли, Поговорили, потом облили зеленкой, знаешь, ну как-то так вообще, ну, кайфуешь, видишь. А что он дал какие-то рекомендации, как, ну, ну, зеленка и мула? Она не отмывается, зеленка. Это надо забуглить, есть там как-то лимон. Не, она не отмывается, зеленка. Она сама сходит там, ты чуть-чуть можешь смыть. Отмывается. Ну, молодцы, первого числа заседания пришли и облили зеленкой. Красавцы задают вопрос, и пойдешь ты на заседание или нет? То есть, теперь, в реальной, да? Из-за зеленки. Послушай, я ни одного заседания не пропустил. Ну, теперь проверяется Ваши войти, если Бог мог вызывать. Ладно. Сидите. Сидите. А у меня знакомые обличия, в основном. Я не могу здесь видеть. Ви не... не связаны ни с журналистикой, ни с музыкой. Ну, просто, хотя бы Богдан, знаете? Сын, да? Ну, может быть, просто похожий. Лучше зайти в палатку. Воняет так. А этот с фиртом, да? А, в палате или что? Зеленкой? В палате. Здесь же? Да. Ну, власно так выглядаем. Миссия, да. Принесли апельсины, мандарины, бананы. Такая новенькая аппаратура, в принципе, я не знаю, че воно працюет, все подключается, повинен быть. Такий институт прогрессивный. 5032, да? Палата тут. Ну, вы, наверное, не знали, да, кто это? Скажем, ну, по гуглу, скажем так. Скажем так. Да, это вот, вот, да. Принесли все, креативные, да. Ну, у него прозвище Крисин, наверное, из-за этого. Крисин. Вид из окна хороший. Ну, вот, кульки ему принесли. Тоже. И квиты. Да, и квиты. Ну, квиты я бачил, в массе на нем принес. Кульку Роман Синецян. Дело в том, что у загиблого, в час Майдану, Вячеслава Веремія, осталась мать, Катерина Аркадьевна Веремій. И вы можете просто уявить, какие ощущения она, да, пережила, переживания, после того, как суд решил, что Юрий Крисин не співучасник вбивства его сына, а ее сына, а хулиган. Тобто, ему просто переквалифицировали статтю на хулиганство. Если вы загуглите, а кто-то будет добрый, такий, в коментарях прямо напишет эту историю, то у него есть определенный бэкграунд. И в том числе политический. И много про это Мустафана Йем писал, что он связан через Олексія Савченко, нынешнего губернатора Миколаевщини, и через колишнего генерального прокурора Виталія Ярема из Майдана. Он знал, что будут расстрелы на Майдане. Он попереджал, сказал про это Савченко Олексию, который хочет быть похожим на Кадирова Рамзана, губернатор Миколаевщини тоже. Это очень сложно, скажу, жаба, гадюка, вся история тут перекрывалась. Сейчас я тут, ну, сам перебиваю в палате, где лежит на лікарняном Юрій Крисин. Ось его место. Он сейчас немного в зеленце. Как сказал Роман Синицын, что, мабуть, это был фейсбук громадского, я бы этих тем даже не поднимал, но это мой фейсбук, я тут могу допустить немного отхилиться, не называя негидников негидников, но принаймне какие-то оценочные судения могу допустить. Я хочу сказать, что сюда пришли патриоти, не так званые, а небайдужие громадяни, люди, которые узнали, что в этом отделе лежит Юрий Крисин. Вот. Вот. Бодя, посмотри, профиль кабинета или палаты в плане здания. Чтобы что, подивитесь и вам показать. В плане будет четко указано, что это помещение и для чего. А, ну это палата. Палата 5032. Конкретно это палата. Палата, лекарная палата. Видите, тут есть хороший телевизор, на котором идет 16+, не знаю, какой-то канал. Не знаю, что тут есть на нём. Меняю женщину. Да. Тут лежит еще один дорослий человек, который говорит, что он не знал, кто это такой. Он только что будет гуглить. Тут хороший взгляд из окна. Тут много качественного обладания. В том числе, где зарядить телефон. Да. И тут пришли люди, которые решили, ну, спочатку, как говорит волонтер Синицын, мы хотели бить его под лекарной, но потом подумали, раз у него сердце хворое, то лучше не рисковать. Вот. И бачите, Маша. План отделения. Ну, если там есть план эвакуации, то я посмотрю. Ну, что значит, для каких диагнозов? Диагнозы очень простые. Это вроджение сердца. Как нам сказали медицинские работники, что тут может обстежаться в принципе и дорослые, но с вродженными вадами сердца. Ну, Юрий Крисін сказал, что он пришел сюда не на лекарство, а на обстежение. Мммм. Ну, я вам покажу раз на это пошло окремо в каждом палате. Бачите, санвузол. Специально для людей с инвалидностью. Для людей на визочках все необходимое. Вот. Я покажу вам. Душова. Ну, это уже все цивилизовано. Вот так выглядит палата. Палата 5032. Активисты говорят, что придут сюда проведать Крисина и завтра, и послезавтра. Вот такая, видите, сучасная медичная аппаратура. Квиты, которые принес из Юрия Крисину Масина есть. Вот. Зеленка это, если верить свечениям Иеродиакона Аристарха, то не было в него мира, и он решил помолиться за болящего Крисина за допомогою вот такого, бачите, за допомогою Зеленки. Те, что было под рукой. Сейчас они помыли подлогу. Тут явно я заходил. Тут все, никого нет. Они проветрить, потому что нет, чем дихать. У меня батарейка это я не знаю, что вы говорите. Человек пришел, обратился на коронарографию, которая у него покатана. это нормально. Смотрите, мы вам благодарны за вашу ответственность, что вы оказываете помощь всем подряд, но по факту получается следующее. Человек, который подозревается на похищение людей, сейчас идут судебные процессы. Идет судебный процесс, и он скрывается у вас. И мало того, что скрывается, он находится среди детей. То есть, это нормально, что человек, вот этот дядь, огромный, который подозревается в убийстве людей, лежит в палате рядом с детьми. Вот вопрос морально-этический. Я, например, не знаю, кто он. Я не смотрю на его новости. Вы обманываете. Я не знала, кто он. А по факту, видите, что случилось за вашего незнания то, что получается, что человек, который подозревается в убийстве людей, который в чем-то подозревается, а у него на углу это не написано. Как это узнать? Он будет ждать, думаю, полгода, и остальные хворятся в лекаре. Я думаю, это порешали, я так понимаю, что вашего человека, про которого вы даже не знаете, где он там работал. Вы куда-то не подозреваете? Я думаю, секунду. Вы сейчас начинаете уводить разговоры в другую тему. Нет, я не увожу разговоры. Потому что, в нашу клинику можно лечь по корме, можно лечь по самобращению.